Мы не знаем, сколько еще должно быть преступлений против человечности, сделанным быть Путиным, чтобы Запад понял, что это точно не враг Украины, это враг всего мира, враг цивилизации, враг человечества. Если будет воля со стороны западных стран, то за все ископаемое до конца войны должно быть наложено, на все ископаемое должно быть наложено эмбарго, должен быть запрещен шиппинг и страховка того, что отправляется, а также разгрузка в портах и вторичные санкции тем, кто нарушит. А вместе с этим Украине нужно поставить больше вооружения, тогда война закончится. Глубокие идеологии у Путина нет, это скорее симулякор. Они просто копируют внешне то, что делали нацисты, перемешав с православием и победобесием. Есть такое прекрасное слово. В постоянном праздновании победы над фашизмом, то есть, по сути, взяв все принципы фашизма, глубокой идеологии абсолютно нет. Это лозунги и плакаты, эмоции, причем самые низменные чувства. Под этим даже майн кампфа нет. Это абсолютно захватническая война за территорию, ресурсы. И, как следствие, рейтинг, под который нет никакой идеологии, там нет никакой сверхидеи, кроме империи. Она имеет газообразные свойства, и она расширяется туда, куда захватывает те территории, которые считают слабыми. Мы должны, безусловно, обвинять путинские режимы военщину, и, безусловно, есть часть русского общества, которое это поддерживает, но это самые отмороженные, самые маргинальные, бедные и необразованные слои населения, и они абсолютно точно в меньшинстве. Она выглядит, как большинство, потому что мы не слышим никаких других голосов из России, потому что это просто опасно. В тоталитарном режиме это просто опасно, давайте выражать иное мнение. Продолжение следует...